привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим про самый слабый и по статистике просто ужасный танк 8 уровня хуже него нет ничего вообще вот это самое дно днище восьмого левела глубже него нет вообще никого примерно 260 танков сильнее чем вот это то что вы видите на своих экранах и на этом чуде люди я недавно взял три отметки вы уже наверное догадались что это японский тяжелый танк 8 уровня оху но я его называю она и вот это вот она появилась 2015 году в игре в патче 0 9 10 еще в патче 0 9 20 этому танку добавили какой-то там снаряд и все то есть 7 лет это танк просто есть в игре и его никак не улучшили а он на самом дне 7 лет на днище вы представляете насколько обидно наверное качать японскую ветку тяжей и на восьмом уровне встречаться вот с этим она 7 лет люди мучились те которые качали эту замечательную ветку давайте же познакомимся с этим танком поближе начнем с брони но смотреть на нее не будем поскольку там все просто нлд имеет примерно приведен q 240 миллиметров в лд 200 миллиметров причем все и там где наклон и там где прямой лист брони там все 200 миллиметров каждая сиська по 200 миллиметров и лоб башни 200 миллиметров в борту броня плохая когда мы выставляем там какие-то ромбики пытаемся что-то танкануть бортиком гусеница тоненькая броня в борту слабенькая поэтому слегка доворачивая корпус и выставляя среднюю дальнюю часть борта еще что-то танкануть можно а вот в ближней части там где передний каток там настолько мало брони получается что это самое тонкое место у вас получится если вы будете ромбовать на этом танке он и лбом то плохо танкует абортом еще хуже и вот у этого танка во лбу почти все 200 миллиметров 7 лет уже он еще иногда что-то там танкует знаете почему потому что в рандоме полным полно придурков которые стреляют ему в нлд где брони на 40 миллиметров больше чем в любом другом месте во лбу корпуса да даже башни поскольку что в лд 200 миллиметров что во лбу башни 200 миллиметров но многие стреляют в нлд по привычке поскольку думать и смотреть изучать танки не хотят стреляют просто в нлд и часто не пробивают это корыто если бы в рандоме умеющих играть было бы больше это танк бы еще сильнее страдал поскольку ему по сути танковать практически нечем если ты пытаешься что-то бортиком танковать то в переднем катке получается примерно 170 миллиметров брони в лд 200 миллиметров лоб башни 200 миллиметров а чем вообще танковать это пробивается почти всегда любыми бэбэшками восьмого уровня наверное за исключением только каких-нибудь лт шик или стоковых пушек а если враги будут стрелять голдой а такое происходит часто или это будут пт восьмого левела или даже пт седьмого левела то все это пробитие на вылет всегда стабильно я уже не говорю про девятки и десятки танку попросту нечем танковать у него брони нет танкует в основном если не попадают в центр сисек которые на влд две штуки и если враги стрелять в нлд благо таких много я пока три отметки брал видел как люди часто выцеливают мне нлд я думаю как же хорошо что ты выцеливаешь самое толстое место в моем танке молодец наверное только благодаря этим людям я и взял спокойно три отметки на этом танке и все еще из неприятного у этого танка очевидно что он не едет вообще максималка вперед 25 километров удельной мощности нет корыто просто не едет но это и ладно если броня было то что танк не едет фиг с ним но он и танкует плохо и не едет так еще и орудие у нас с альфой всего лишь 330 если не брать в расчет фугасницу поскольку фугасницы маленькое пробитие у премиумных фугасниц пробития побольше ну а наша ведро которая находится на дне у него небольшое пробитие и что-то пробить будет крайне сложно поскольку заехать с нужной стороны чтобы пробивать врагу вряд ли получится на таком ведре я взял три отметки на нормальные пушки которые стреляют бэбэшками с альфой 330 пробить и основным снарядом 215 это бэбэшка и голдовая бэбэшка 253 пробития поскольку танк высокий то у врагу приведен к чаще всего получается не очень и пробиваются враги легко но стабилизацию танка так себе и в целом точность какая-то не очень снаряды часто летят вообще куда попало но и близко даже не в середину у вены у танка вроде бы 10 градусов но у нас на влд целых две огромных сиськи которые нам всегда мешают и эти 10 градусов увидеть крайне сложно нужно опустить орудие либо между сисек либо по краям а если по краям то придется корпус вывернуть таким образом что враги будут пробивать нас в борт поскольку борт тонкий и приведен ки там мало вот и получается танк не едет у него недостаточно брони уязвимых зон настолько много что там почти пол танка уязвимая зона у него легче сказать какая зона в него не уязвимая это нлд а все остальное можно стрелять и легко пробивать так еще и неудобно стрелять из-за того что пушка мало где опускается так и пушка сама по себе еще и кривая плюс еще японские тяжелые танчики периодически горят у них часто ломается боеукладка в борт в каток и они взрываются под башню еще иногда в центр корпуса когда стреляешь то есть это еще тот взрыв пакет тупо крита сборник очевидно почему этот танк на самом днище у него плюсов практически нет играть на нем сложно но в целом в некоторых боях на некоторых картах можно поучаствовать в бою и даже внести свой вклад в победу но это скорее из-за того что много слабых игроков рандоме и они сами под нас подставляются мы на них настреливаем урон но даже в таких ситуациях делаем мы это неприятно не стабильно из-за всех перечисленных минусов вот допустим у десятки очень хорошая стабилизация орудия приятная она хорошо опускается с танка приятно стрелять но вот 8 уровень вообще не смотрится в этом плане никак и неприятно и неудобно и нестабильно и криво просто орудия жуть наследственность вдоль ветки вообще не просматривается на мой взгляд это неправильно совсем единственная схожесть это то что они все зеленые и большие все это все что схоже вдоль всей ветки японских тяжей они просто огромные и зеленые на мой орудия должно быть более стабилизировано и приятное по комфорту а брони должно быть побольше именно уязвимые зоны должны пробиваться они все что есть в танке но есть и некоторые прикольные моменты допустим на некоторых картах можно пострелять через такие рельефы и укрытия через которые большинство танков не могут вообще вести огонь поскольку они низкие но с другой стороны есть места где наш танк из-за своего размера не может из-за маленьких укрытий вести огонь особенно если это какая-то арка в доме мы не можем в нижнюю дырку стрелять поскольку мы выше нее в два раза то есть в некоторых местах мы получаем преимущество и враги ничего с этим сделать не могут а на некоторых картах наш танк своим размером только наоборот не дает нам играть и на некоторых картах нужно заново учиться придумать какие-то себе тактики позиции прострелы поскольку здесь размер играет важную роль введение огня танкование из-за укрытий из-за такого большого размера на мой взгляд за семь лет можно было бы станком что-нибудь да поделать поскольку вот допустим десятку и и туап или превращали в имбу то нерфили то пушки то снаряды там меняли а с восьмеркой ничего она просто семь лет лежит на днище это ж насколько нужно за своей игрой следить чтобы настолько было все равно на баланс танков и это все будет еще продолжаться видимо очень долго поскольку никаких движений в эту сторону как не было так и нет с вами был варчик играть красиво всем удачи пока а а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...